Здравствуйте! И с вами я Михаил Шилов, автор проектов макевар.ру, будушин.ру и будоблог.ру. Обязательно подписывайтесь на мой канал на ютубе, кликайте на колокольчик, не пропускайте новые видео. А также подписывайтесь на сообщество боевые искусства во всех социальных сетях. А сегодня такая тема. Почему человек, занимающийся различными видами спорта, тем не менее не обладает достаточной функциональной и вообще физической подготовкой для того, чтобы полноценно и высокоинтенсивно сразу приступить к занятиям боевыми искусствами. Погнали! Так как же получается так, что человек занимался или даже занимается серьезно каким-то видом спорта, требующим огромной выносливости, огромной функциональной подготовки, например, лыжами, кроссовым бегом, плаванием, на длинной дистанции, например, и тому подобное, достиг очень хороших результатов в этом, вплоть до высоких разрядов, ну или даже мастерских степеней. А приходит, предположим, ко мне в зал на тренировку по карате, по боксу или по ММА и не справляется с нагрузками так, словно впервые вообще начал заниматься спортом. Почему даже мастерам различных видов спорта не хватает дыхалки на тренировки по боевым искусствам, по крайней мере на начальном сетапе? У них появляется одышка, чрезмерно возрастает пульс, они потеют гораздо больше, чем на самых тяжелых своих тренировках. В общем, можно четко видеть ту картину, что у них как бы выражена слабая функциональная подготовка, чего, казалось бы, не должно быть на самом деле. Вот такой человек и сам удивляется, и расстраивается, сетует на то, что может легко пробежать марафон или вытопить на лыжах километров 60. А тут физухи объективно не хватает. А все потому, что при занятиях боевыми искусствами нужна несколько иная физуха. Иная. Дело в том, что во многих видах спорта, требующих высокой выносливости, нагрузка идет более равномерно, размеренно. Но самое важное, там требуется ритмичное дыхание. И вот это самый важный ключевой фактор. Тренированность на относительно равномерную нагрузку с ритмичным дыханием определяется массой динамических стереотипов для всех систем организма, обеспечивающих оптимальные показатели для компенсации. Для компенсации перегрузки и настройки на максимально эффективный режим деятельности необходимы для этих физических нагрузок. Три шага вдох, три шага выдох. В ритме работать легче, быстрее открывается второе дыхание. Это как раз и есть тот самый компенсаторный выход на оптимальные параметры работы всех органов и систем. А вот при занятиях боевыми искусствами нету плавности такой в нагрузке. Ритм постоянно изменяется. Дыхание вообще рваное. Черт знает вообще какое. Непонятно, где вдох, где выдох. Связки и комбинации ударов следуют друг за другом. Все происходит на выдохе. Иногда вообще непонятно, в каком месте должен произойти вдох. А он где-то происходит. И непривычный к такой нагрузке человек не может компенсировать нагрузку именно из-за невозможности привычно выстроить свое дыхание. Это ключевой фактор. А потому наработанные в других видах спорта механизмы вот этой приспособляемости, компенсации абсолютно не помогают приспособиться к необычной нагрузке в боевых искусствах. Конечно, нельзя сказать, что тренированный в других видах спорта новичок для боевых искусств будет абсолютно на равных с неофитом, который спортом до этого вообще не занимался. Нет, конечно, он будет более выносливый. Неофит, который спортом не занимался, вообще помрет на тренировке тяжелой. У любого спортсмена выносливость все равно выше из-за более сильного и выносливого сердца, большей оксигенации крови. При физических нагрузках он быстрее перестраивается все равно. У него более высокие волевые качества, больше объем легких. А потому ему все равно легче, чем спортсмену, который только начал заниматься спортом. То есть, вернее, не спортсмену. Тем не менее, забавно видеть удивление на лицах тренированных спортсменов, которые, придя в зал боевых искусств, не могут угнаться за адептами, которые по возрасту могут даже быть гораздо старше, но имеют просто гораздо больше опыт занятий в боевых искусствах. Однако замечу, что несмотря на отсутствие ритма и рваное дыхание, со временем вырабатываются какие-то свои собственные компенсаторные механизмы к такого рода нагрузкам. Все это происходит естественным образом. Просто нужно больше заниматься. Кроме того, сейчас есть множество видов функционального тренинга, которые очень хорошо подходят для поднятия функциональной подготовки в боевых искусствах. Идеально, можно сказать, просто подходят. Это различного рода интервальные методы кругового тренинга. Это различного рода кроссфайт. Не путать с кроссфитом. Хотя и кроссфит тоже подойдет. Кроссфайт – это отдельная тема. Это разновидность кругового циклического тренинга, в котором для нагрузок используются некоторые движения, которые похожи максимально на те движения, которые используют бойцы во время спарринга. То есть там есть удары, там есть различного рода перемещения специальным образом. Ну и так далее. То есть делаются какие-то упражнения под нагрузкой, с резиной, с весами, но по траекториям, которые близки к ударной или борцовской технике. Ну, вот как-то так. Думаю, что я на вопрос на этот ответил. Мне его задавали довольно часто, раньше, когда-то давно, но сподобился видео записать я только сейчас. Думаю, что все понятно. Все, друзья. До встречи. Увидимся. Обязательно подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok